Прямо сейчас познакомимся с хвостатыми докторами, а о том, как именно они лечат, узнаем у Татьяны Рыгиной. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. И сегодня мы с вами не одни, у нас сегодня целых два друга четвероногих. Как зовут того, что в зелёном и того, что в красном? У нас сегодня два канистеропевта. В красном это наша леди Кэнди. Милаха. Да, и этот наш Гринвич Нельсон. Нельсон и Кэнди. Да. Мальчик и девочка. Да. И это у нас собаки-терапевты. Совершенно верно. Как они практикуют свою терапию? У них есть какая-то лицензия. Почему они собаки-терапевты? Вы знаете, для того, чтобы стать терапевтом именно, собаки в течение года, когда они выращиваются, тестируются. То есть не каждая собака может стать терапевтом. То есть должна быть определённая порода? И даже не обязательно порода. Самое важное, что у собаки должны быть определённые свойства. Свойства её характера, темперамента. Она должна соответствовать. И после того, как терапевты по своим свойствам и тестам проходят эту задачу, они проходят обучение. То есть это классический такой вот курс. И после этого они проходят специальный курс. Терапия в большей степени направлена на детей всё-таки. Вы знаете, изначально она была направлена на детей. Поскольку вообще там в 60-х годах американский психолог детский случайно, в общем-то, таким вот случайным методом заметил такую особенность, занимаясь с ребёнком. Он увидел, что безуспешная практика, которая происходила на занятиях с ребёнком с аутизмом, в какой-то момент изменилась. И ребёнок стал реагировать в то время, когда именно с психологом была его собака. И на какое-то время терапию прекратили, и было просто прямое общение с собакой. И ребёнок стал гораздо больше коммуницировать. Он стал меняться на глазах. Собственно, вот это наблюдение и позволило потом взять группу детей, провести такой большой эксперимент. И собаки внедрились, так сказать, в коррекцию, в коррективную педагогику. Собака-терапевт, она имеет какую-то лицензию? Кэнди? Кэнди. Я вас слушаю, если что. У меня просто терапия. На самом деле собаки, безусловно, проходят определённую сертификацию. И несмотря на то, что в России нет такого какого-то там, скажем, статуса, где это всё отображается, вот, собаки имеют клеймо. О-о-о-о! Это первый раз в моей жизни, кстати говоря. Какая прелесть! Ага, вот клеймо. Как происходит терапия? Мы поняли, что для особенных детей она очень полезна. Так как диагнозы детей абсолютно разные, да, то задачи терапевта, они будут тоже разными. Например, когда мы занимаемся с детьми, то, например, с ДЦП, то мы все здороваемся. Проигрываем это, например, с игрушечной собачкой, вот, и она подаёт лапу, да, дети здороваются. И потом наши терапевты приходят, и дети, уже зная этот алгоритм, даже те, которые не понимают изначально, что нужно протянуть руку, поздороваться, да, вот, то терапевты подают лапу. Они наши друзья, они подают лапу. И когда дети смотрят, что один здоровается второй, третий, у него рождается мотивация непроизвольная. Ну что ж, Татьяна, спасибо. Это было очень по-собачьему, на самом деле, потому что это такая радость. Нельсон, и у нас ещё убежала кто? Кэнди. Кэнди. Будьте счастливы и любите собак. Спасибо вам большое. Спасибо.